Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение книги Ветхого Завета Исход на интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Сретенской и Перерывской Духовных Семинарий Российского Паруславного Университета. Мы с вами рассматривали 25-ю главу, которая начинает повествование о устроении скинии. Как было сказано здесь, что скиния, которая устраивается и даётся Моисею как образ небесной скинии, всё, что делает Моисея, все предметы и сосуды, которые есть в скинии, всё это было показано по образу небесной. И мы с вами читаем далее 26-ю главу. Они будут сказаны о покрывалах, о брусьях, о шестах, завесе и скинии. Завесе в скинии. Мы видели с вами, что глубоко здесь аллегорично толкованию прибегают многие отцы церкви, рассматривая устройство скинии. Но в первую очередь храм, на который указывает апостол Павел, храм – это суть, он говорит, тела ваши, которые каждому православному христианину необходимо содержать в чистоте от страстей и пороков. Мы с вами видели, как апостол Павел в прошлой беседе об этом пишет, что тела ваши – суть Духа Святого, суть Храм Духа Святого, живущего в вас. И мы продолжаем. Чтение 26-я глава с первой стиха. Итак, опять же, Григорий Великий, здесь и у Василия Великого есть нечто подобное истолкование. Они говорят так, цитата, «Что значит, сделай из десяти покрывал крученую весу на голубой, пурпуровой, очевленной шерсти?» Цитата. «Неудивительно, что вход в Царствие Небесное для нас не распахнут, если в этой церкви, которая называется предверием того, что до ныне пребывает вне, не удерживается любовь к Богу и ближнему. Вот почему завеса скинии велено ткать, вплетая дважды окрашенную червленную шерсть. Вы, братья, завеса скинии». Так пишет. «Вы, братья, обращаясь к нам, завеса скинии. Вы верою покрывающие в сердцах своих таинство небесное. Но в завесу скинии должна быть воткана дважды окрашенная червленая шерсть, ибо червленая шерсть имеет вид огня. А что есть благодать, как не огонь? Но эта благодать должна быть дважды окрашена». И замечает. Почему дважды? «Любовью к Богу и любовью к ближнему». Конец цитаты. Мы помним, что когда Господа Иисуса Христу подошли к фрисеи и спросили, какая наибольшая заповедь в законе, Он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением, и ближнего твоего, как самого себя». Как ты, говорит, говоришь, что любишь ближнего, если ненавидишь ближнего, как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого не видишь, и если ненавидишь ближнего, которого видишь. Вся христианская любовь, она соизмеряется именно этим, если хотите, пониманием и учением. Любовь к Богу, у которого мы научаемся жертвенной любви, который не просто нам дал законы, не просто дал заповеди, но сам стал подобен нам во всем, кроме греха. Сам уничижил себя, как сказано, принял образ или зрак раба. В этом смысле еще один святой, который толкует 26 стих, «Беда достопочтенный», который был в 1978 году причислен к лику святых в английской церкви, в русско-православной церкви, существующей в Англии, митрополит, ныне покойный Антоний Сурожский, именно при его жизни он был прославлен. Он писал следующее, это святое жил в 4-5 веках христианства, до Рождества Христова, по Рождеству Христову, 1 века христианства, вот что он пишет, толкуя 26.6, «И сделай пятьдесят крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скини одно целое». Итак, он замечает следующее цитата. «Поскольку число пятьдесят означает истинный покой в Духе Святом, и как в круге не видно ни начала, ни конца, так и золото своим блеском превосходит прочие драгоценные металлы, то разве в пятидесяти золотых крючках не выражено непрерывное сияние и сияющее непрерывностью высшего покоя? Крючки потому продевают в петли покрывал, чтобы из многих покрывал получилась одна скиния. Тогда слава Небесного Царства щедро и зальется в чистые души верных, чтобы таковой связью спасительного вдохновения их обоих народов, а точнее из избранных, составилась Церковь Христова». Конец цитаты. Мы видим, что Святой Бедостопочтенный видит здесь День Пятидесятницы, когда избранные самим Христом ученики пребывали единодушно в храме вместе, и Дух Святой в эти верные души излился своей благодатью. Он также указывает на то, говоря о круге, что они как золото блистают, и что золото – это такой металл, который затмевает светом другие металлы, как бы нам напоминая слова Христа из Нагорной проповеди «Вы свет миру». И говорит о том, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И мы читаем с вами далее 26 главу, 19 стих. Здесь говорится следующее об устройстве скинии, что под 20 брусьев сделать 40 серебряных подножий, два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для других двух шипов. Казалось бы, ну что из этого можно извлечь, но тем не менее, святые отцы, например, святой Патирий, видел в этом сказании следующее. Вот его такая пространная цитата, но достаточно интересная для нашего с вами размышления. Он пишет, что может обозначать под видом серебряных подножий для брусев, как не чин пророков. Они первыми открыто стали говорить о воплощении Господнем. И их мы видим, как некое поднимающее основание, которое выдерживает вес возденной на нем постройки. Итак, когда Господь повелевает Моисею поставить брусья скинии, Он приказывает заложить в основание их серебряные подножья. А что обозначают под видом брусьев, как не апостолы, вышедшие с проповедью в мир? Что означают подножия, как не пророков? Они крепкие, литые, выдерживают, поставлены на них брусья, ибо апостолы в жизни как руководствуются их проповедью, так и укрепляются их почтенностью. И далее продолжает. Почему под каждый брусь подводится по два подножия? Потому что если святые пророки в своих словах о Мессии между собой согласны, то следующие за ними церковные проповедники строят проповедь без всякого сомнения. А чтобы между собой не расходиться, тверже держаться необходимо их. Не случайно подножие, обозначающие пророков, предписано отливать из серебра, ибо серебро при употреблении остается светлым, а без употребления чернеет. Точно так же слова пророков до пришествия Мессии, поскольку они были без употребления из-за отсутствия духовного понимания. Их нельзя было рассматривать из-за темноты, и они оставались как будто почерневшими. А после, после того, как явился Мессия и перед очами нашими простер их рукой своего воплощения, свет, таившийся в них, засиял. А понимание предшествующих отцов вело в употребление, поскольку просияли слова делами. Конец цитации. Такое удивительно, когда читаешь, действительно, снова-снова повторю, думаешь, ну что здесь можно увидеть? Отцы церкви видели в этом огромный духовный смысл. Как пишет об этом Святой Потери, он говорит о том, что вся церковь основана на пророках и апостолах. Поэтому в символе веры так и поем. Верую воедину, святую, соборную, апостольскую церковь, глаголовшего пророков, воедину, святую, соборную, апостольскую церковь. Церковь берет свое начало с самого основания мира, с самого начала первой устроения церкви малой Адама и Евы. И мы видим, когда там произошло расстройство, произошла катастрофа в истории человечества на заре сотворения первых людей и устроения первой домашней семейной церкви. В этом смысле очень важно то, о чем было сказано, не нарушать этот порядок и видеть, откуда необходимо черпать истину, которую необходимо следовать. не из какого-то болотца, не из какого-то неведого источника, а от пророков, от апостолов, от отцов церкви, учителей, подражая во всем Христу, как говорит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. И мы читаем далее, 26 глава, 22 стих, сказано, для задней же стороны, скини к западу, буквально к морю, сделай шесть брусев. В чем здесь смысл? Беда застопочтенной, святой пишет следующее, цитата, «Поскольку праведники царствуют с Господом, а порочные гибнут навеки», заметьте, я сейчас не буду на этом останавливаться, остановлюсь попозже, «а порочные гибнут навеки», то в Писании верно говорится об этой стороне скини, что она глядит на море, то есть на запад. Ведь речь идет о Красном море, в которую погрузился фараон со своим войском, а Израиль, избавленный от него Господом, восходит к горе Синай, где создал скинию. Поэтому западная сторона скинии обращена к морю, когда святая церковь после совершения благих дел венчается во Христе и будет свободным взором смотреть на пороки или наказания нечестивых». Конец цитаты. Видим, что Бездостопочленный указывает на это состояние, которое произошло с фараоном. Мы знаем, что фараон и все войско его погибло, которые гнались и погибло навсегда. Не было для них никакой там реабилитации и никакой толерантности в их сторону, потому как они подражали в своем упорстве вместе с фараоном, упорствовали Божьему произволению и Божьей волею. Бездостопочленный так и пишет, поскольку праведные царствуют с Господом, а порочные гибнут навеки. И здесь он указывает на слова Христа Спасителя. Евангелие от Матфея, 25 глава. Снова призываю всегда все проверять, мало ли кто что скажет. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. Вот что говорится здесь по этому поводу. Итак, 25, 46. Да, это последний стих. Когда Господь говорит о последнем времени, скажет им в ответ, и пойдут сии, то есть люди, которые не творили волю Божию, в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И там вечность, и тут вечность. Но вечность для, как, например, сказано, что для людей, которые сияют, которые в этой жизни жили праведно, для них будет одно предназначение вечности, как и звезды. Одни ярче, другие более тусклые. Точно так же воздаяние будет и грешником. Одни будут в менее состоянии мучения, другие в боли. Вы, наверное, скажете, откуда вы это знаете. А этому нас учат единогласно отцы церкви. Ну, например, посмотрим, что по этому поводу пишет святитель земли русской, это Тихон Задонский. «Слово Божие», говорит он, «объясняет нам блаженную вечность или вечное блаженство и неблагополучную вечность в аде и гиене огненной». Видите, как говорит? То есть, он говорит, «Слово Божие объявляет нам блаженную вечность или вечное блаженство и неблагополучную вечность в аде и гиене огненной». «В блаженной вечности будет жизнь бессмертная, в гиене огненной, в неблагополучной будет смерть бессмертная». Смерть бессмертная, то есть навсегда он проявляет такое выражение. Далее, еще он пишет, «Там будет удаление от лица Божия, пребывание с дьяволом и бесами его, тьма кромешная, скорбь и печаль, непрестанная, глаз воздыхания и плач». Непрестанная. Грешника будет грызть совесть без конца, предавая мучение к мучению. «В отчаянии осужденный сам себя будет ненавидеть, сам на себя будет гневаться, будет проклинать час своего рождения, проклинать время, в которое грешил». Конец цитаты. Ефрем Сирин, преподобный, пишет, «Различные мучения, как слышали вы в Евангелии, посему тьма внешняя, Евангелие от Матфея 8.12, в особой стране, гиена огненная, Матфея 5.22, иное место, скрежет зубов, Матфея 13.42, иное, червь неусыпаемый, Евангелие от Марка 9.48, также иное место, одно место, огненное озеро, Апокалипсис 19.20, а другое, Тартар, огонь неугасимый, это другое место, Евангелие от Марка 9.48, одно преисподнее, филиппийцам 2.10 и так далее. «На эти-то мучения распределены будут несчастные», — продолжает преподобный Ефрем Сирин, «каждый в меру прегрешений своих, как различны грехи, так и различны мучения. Иначе мучается прелюбодей, иначе блудник, иначе убийца, иначе вор и пьяница. А сквернивший себя ересями услышит, да возметется нечестивый, да не видит славы Господа. Кто имеет вражду с другими, найдет себе неумолимое осуждение, и как ненавистник послан будет во тьму кровешную, потому что возненавидел Христа, сказавшего «любите друг друга и прощайте друг другу». И так далее. Здесь целый его трактат. Ну, кто еще? Пожалуйста. Василий Великий пишет о вечности мучений и о вечном блаженстве праведников, и о вечных мучениях грешников. «Если Бог, рассуждает Он, есть праведный судья, не только добрых, но и порочных, воздающий каждому по делам его, то иной может быть достойным огня неугасимого, или слабейшего, или более пожигающего, другой червя неумирающего, но опять или сноснее, или нестерпимой, причиняющего боль, по достоинству каждого, а иной гиены, в которой без сомнения есть разные роды мучения, а другой тьми кромешной, где один доведен до плача, другой до усиления мучений и так далее». Святитель Анзлатоуст. Цитата. «Не за грехи, не за все грехи одинаково наказывает Бог, но есть многие и различные наказания вечные, смотря по времени, по лицам, по достоинству, по разуму и по многим другим обстоятельствам». Святитель Игнатий Брянчанинов. Пожалуйста. «Христиане, одни православные христиане, и при том, прошедшие земную жизнь благочестиво, или очищившие себя от грехов, искренним раскаянием, исповедью перед Отцом Духовным и исправлением себя, наследуют вместе с святыми ангелами вечное блаженство». Два раза повторяют православные христиане. «Напротив того, нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах, или впали в какой-либо смертный грех, и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами». И далее он приводит определение восточных патриарфов Кафолической Церкви. Преподобный Варсонофи и Иоанн Постник. Те же самые слова, то же самое пишут с руководством духовной жизни, что грешники обречены на жизнь вечную. Как мы и видели с вами по этому поводу то, что сказал в самом начале Беда Датопочтенная о гибели в море, про образе вечную погибели. «Поскольку праведные, как он написал, царствуют с Господом, а порочные гибнут навеки». То есть мы видим, что Священное Писание, Отцы Церкви, в общем-то, в согласии отцов, учат о том, что те, как говорит об этом Макарий Великий, очень простой ответ на этот вопрос, «С кем человек жил здесь, с кем он привык жить в этом мире, преподобный Макарий Великий так и говорит, с тем он будет жить и в вечности. Для человека рай станет адом, потому там для него будут люди совершенно незнакомые». Есть такая притча, я не помню, рассказывал или нет, но сейчас она будет к месту. Я ее слышал от семинаристов. Они говорят, что один человек умер, и его спросили, куда ты хочешь, в рай или в ад? Он говорит, а можно сначала посмотреть? Ну, так как это притча, ему дали такую возможность, сказали, ну, хорошо, его проносят, значит, привозят в рай. Он смотрит там преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, святитель Николай, Александр Невский, Иоанн Кронштадтский, Варсенофий Великий. Ну, эти люди для него, он их не знает, ему там как-то неловко себя чувствовать среди незнакомых. Так, где-то слышал, края ухом. А он дальше, а может, говорит, ад? Ну, пожалуйста, ему смотрят там, значит, поляна накрытая, там, водка, селедка, там, поросятина, всего так навалено валом, ну, все, что он жилал в этой жизни, непотребные женщины, какие-то непонятные естественные движения мужчины. И он говорит, вот-вот-вот-вот-вот, поинтереснее задержаться. Ну, и у ангела проносят и в огонь кипящий, и в серлю бурлящую на вечные мучения. И он говорит, ну, как же так, я же вот хотел сюда. А ему говорят, а это была рекламная пауза. Вот так вот, на такую рекламную паузу сегодня стараются уловить умы некоторых простых людей, доверчивых, верующих. Снова и снова повторю, все проверяйте, исследуйте Писание, как говорит Господь Иисус Христос. «Ибо через них думайте иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Мало кто что где скажет. Кто может из нас претендовать на какую-то степень безгрешности? У отцов есть четкое понимание тех или иных определений. Они есть на церковных соборах, в посланиях восточных, патриархах. Особенно то, что касается вопроса вечных мучений, рая и ада. Это везде звучит однозначно. Сказано самим Христом, как мы прочитали 25 глава 46 стих. «И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok